Доброго времени суток! У микрофона Даниил Добро. Вы на канале Быстрый БК. В этом видео мы продолжим разбираться с интернетом, продолжим регистрироваться, рассмотрим некоторые сервисы, которые есть в интернете, соцсети и для чего это все нужно. Давайте приступим. Как видите, тут даже есть видео, как создать свою новую учетную запись в Microsoft. Это видео можно посмотреть и, соответственно, разобраться, что и где, как делается. В общем-то, это все делается очень легко. Каких-либо проблем возникнуть не должно. И еще замечу, что в Windows 10 есть учетная запись, которая именно микрософтовская. И можно учетную запись сойти и создать. У меня она уже создана, у меня тут написано «Войти вместо этого с локальной учетной записью». А это значит выйти из аккаунта Microsoft, который мы сейчас будем создавать. Его лучше создать отдельно в браузере, а потом войти через ваши данные. Настройки плохо работают, потому что я достаточно опытный пользователь, мне эти настройки редко нужны. У меня уже все настроено, и, соответственно, я часть функции отключил, которые мне не нужны. Поэтому у меня часть функции работает плохо. Но так это будет все в ваших данных, и там можно будет войти через учетную запись в Microsoft. Для чего нужно создавать учетную запись в Microsoft? А для того, чтобы сохранить свою лицензию на Windows. Так как если вы по какой-то причине будете переустанавливать Windows, или вам кто-то это будет делать, то вам потребуется ваш аккаунт, чтобы вернуть себе лицензию Windows. Конечно, возможно, без аккаунта лицензия сохранится, но лучше перестраховаться и все-таки добавить свою учетную запись. В общем, регистрация в Microsoft аккаунте происходит таким же аналогичным образом, как и в Google. Мы выберем сейчас «Войти» кнопочку, и здесь нам пишут, то, что у нас будет этот аккаунт еще от Skype, то есть если вы будете использовать Skype, у вас уже будет аккаунт. Так что в любом случае советую создать данную учетную запись. Тут мы опять вводим, нужно создать учетную запись, тут опять-таки нужно электронная почта, или получить новый адрес электронной почты, если вы хотите создать себе новую почту, либо использовать номер телефона, что мне кажется предпочтительней. Замечу, что если вы будете использовать номер телефона при регистрации, то сменять постоянно свой номер телефона будет уже не так интересно. Поэтому большинство людей, которые используют какие-то сервисы в интернете, используют всегда один номер для регистрации. Если вдруг хотят сменить номер, но не берут, покупают симку, используют просто две симки одновременно, или вставляют оно в другой телефон, например, кнопочник, который лежит дома, и через него уже потом вреагаются. Ну, мне кажется, это не так удобно, лучше использовать две сим-карты. Ну, на самом деле, для безопасности это, кстати, плюс, используют две сим-карты. Одну для регистрации, другую для звонков и диск. Почта Gmail. Кстати, Gmail почта отличается тем, что в ней нет никакой лишней рекламы, отличие от других почт. Поэтому рекомендую данную почту использовать как основную. И она, на самом деле, одна из самых популярных в использовании. Как написать сообщение, мы нажимаем на плюсик, пишем получателям, то есть то, что нам дали, можно прикрепить файл, например, документ. Обычно прикрепляю, в зарядном случае, приложение. Например, я выбираю документ, открыть. И вот он у меня прикрепился к сообщению. Там я могу вбить текст и тему написать. Например, если я пишу, типа там, по учебе, то я пишу там, тему учеба или еще что-нибудь. И, соответственно, все это делается таким образом. Довольно легко, просто. Каких-либо трудностей возникнуть не должно. Мы видим, тут еще есть всякие черновики, отправленные. Это уже для сортировки. То есть отправленное, это то, что вы отправили. А входящее, это то, что вам пришло. Соответственно, нам их довольно много. Нажимаем, кликаем, открываем. И все очень легко и понятно, на мой взгляд. Каких-то трудностей возникнуть не должно. Вдобавок, если вдруг возникнут, вы всегда можете набрать в интернете, как пользоваться почтой, например, Gmail, и посмотреть все там. Еще есть Microsoft Online Drive. Это именно еще одна причина, по которой следует создать аккаунт в Microsoft. И это у вас появится бесплатный онлайн-редактор документов. Заходим мы учетную запись Microsoft. Здесь вы можете уже посмотреть, привязался ли ваш компьютер к вашей учетной записи. Вот он у меня привязан. Вы видите, тут ноутбук нарисован. У меня ноутбук сохранить флот пайп учетной записи. Мы его сохраняем. Подписки оформлять. Ну, если честно, базового функционала, который есть, вполне хватает. И, по-моему, всякие подписки уже берут какие-то более коммерческие направленные, в общем, специалисты. То есть, те, кто работают очень много, очень много работают с документами, тем, наверное, есть смысл взять подписку. Всем остальным вполне хватит и базового функционала. Да, кстати, подписка это, когда вы платите каждый месяц какую-то определенную сумму автоматически. Да, замазываю, если что, только свой номер. Потому что я считаю, что эта информация достаточно конфиденциальна. То есть, ее лучше лишний раз. Никому не показывать. Вот, мы зашли в документ. Мы можем его создать. Жирный шрифт настроить. Размер шрифта. Довольно-таки так все просто делается. Конечно, с работой в городе можно посвятить отдельную тему. Но, в целом, базовый функционал я тут немножко продемонстрирую. Патруль, как минимум, точно вам пригодится. Вылечиваем шрифт. Меняем шрифт. Ну, все довольно просто. Что там делается. Поэтому, с ним можно привыкнуть. Конечно, там еще есть какие-то, по-моему, быстрые клавиши. Но я как-то не особо много работаю с вордом. Посмотрим еще тут, что есть. Excel-это таблицы. PowerPoint-это презентация. И нас интересует... Так, нас интересует OneDrive. Это облако. Или внешний диск, который хранится на сервере. В котором вы можете сохранять свои документы. То есть, они сохраняются не на вашем компьютере, а где-то далеко-далеко на сервере Microsoft. Поэтому, в случае какого-то взлома, утечки этих данных, они попадут к своему мышленнику. И, соответственно, сохранять тут какие-то особо важные документы. Именно паспорт и другие случаи взлома, утечек. Все это попадет в нефтируйки. Также еще одна из площадок – это Авито, которую я пользуюсь. Это, конечно, не совсем реклама именно на Авито. Есть и другие площадки. На данной площадке можно покупать или продавать вещи свои. В общем, электронику, столы, еще что-нибудь. Тут есть чат, наверху сообщение, он мне пришло. То есть, можно общаться с покупателями, продавцами. Все через один чат делается. С каждым продавцом, конечно, отдельный чат. Как, в общем, в любых соцсетях почти. Только тут именно по продаже и покупке оборудования. Какая отдельная, типа, соцсеть по факту. Как видите, я решил поискать ноутбуки. Как видите, их довольно много. Можно выбрать цену. Можно выбрать производителя. В общем, довольно большой функционал. И, по-моему, это одно из самых популярных приложений для покупки и продажи БУ техники. Вообще, в принципе, всего. Тут все-все-все продают абсолютно. Любые вещи. И можно выбрать радиус поиска, чтобы далеко не ехать. Убить свое местоположение и, соответственно, искать радиусе 10 километров. Свой город выбираете. И все. Можно искать какие-то приборы. То, что вам нужно. Технику. Все, что угодно. Вот. После того, как вы зарегляетесь в YouTube, вы сможете подписаться на мой канал. Поставить на колокольчик все. Это позволит вам по новым уведомлениях. Сейчас я это покажу. Увидеть все мои новые ролики. Вот у меня они. Видите, видны. В уведомлениях. Это колокольчик. За уведомления отвечает. Вот он. Колокольчик. Открываем. И тут видно, что я выложил недавно новые видео. Можно зайти в свой аккаунт и настроить безопасность. Настроим. Выбираем настроить аккаунт в Google. Все делается, опять-таки, левой кнопкой мыши. Выбираем безопасность. И тут можно, как видите, посмотреть, кто у вас с безопасностью. Чем у вас выше безопасность, тем лучше. Конечно, если вы не ведете какую-нибудь деятельность на канале. То есть, не снимаете видео. То, в общем-то, особо заботиться о вашей безопасности нету большого смысла. Потому что ваш аккаунт не будет представлять какого-то серьезного интереса для злоумышленников. И вы всегда сможете легко обратно себе вернуть, если его взломают. Без каких-либо последствий. Но все равно не следует учесть, что могут тоже какой-нибудь спам начать рассылать через ваш аккаунт. И ваш аккаунт могут заблокировать. Поэтому с этим следует быть осторожным. Лучше поставить хороший пароль. Вы, как видите, можете посмотреть, какие были устройства подключены. Если вы видите какое-то устройство впервые, то можно из него выйти. Если это вдруг было ваше устройство, то вы сможете потом снова войти в аккаунт Google и вернуть доступ. На самом деле, безопасность каждый год пытаются как-то повысить. Но именно бдительность ваша гораздо лучше повысит безопасность, чем какие-то другие приемы. Потому что все это взламывается. В социальных сетях люди обмениваются сообщениями, фоточками, видеоматериалами. ВК, фейсбук, самый популярный у нас в России. Твиттер, одноклассники. Мой мир это вообще мертвая сеть. Мне лучше даже не регаться. Ватсап. Ватсап самое неудобное приложение для обмена с общениями. Инстаграм. Битчат это Китай. Вот тумблер тоже малопопулярно. Но это и соцсетью я не пользовался. Этими тоже не пользовался. В общем, почти для всего есть какая-то своя соцсеть. Но самое популярное это ВК и фейсбук. На мой взгляд, ВК наиболее удобный тур. Мы видим, есть сообщения. Можно зайти на мою страницу, видео, фотографии. Использовать поиск, чтобы найти каких-нибудь друзей. Ваших или знакомых. Не все, конечно, тут есть. Скорее всего, можно создать свой пост. Например, написать что-нибудь. Типа, вот, смотрите, какие у меня крутые котики. Еще что-нибудь обычно в ВК делятся. Либо создают сообщество и делятся какими-то мемами. Какой-то информацией математической. Есть сообщество. Там тоже подписка есть. Но она бесплатная. То есть, чисто ВК-совская подписочка. Она будет с выдумленной приходить на ВК. Но она бесплатная. То есть, в основном, на сайтах, где подписка есть, это все, по большей части, бесплатная. И если подписка платная, там сразу спишут подписка платная. Вот. Просто есть платные подписки, есть бесплатные. И обычно в соцсетях везде бесплатные подписки. То есть, будут просто приходить уведомления, что кто-то выложил какую-то новую запись. Какие еще у нас есть сайты, которые вам нужно знать. Витсад. Я им хоть и пользуюсь, но мне он не нравится. Мне больше нравится там-там или телеграм. По функционалу то же самое, но намысленно гораздо удобнее и практичнее. Также можно скачать, например, фотографию какую-нибудь. Выбираем красивую фотографию. А пусть мне понравились вот эти цветочки. После того, как мы скачали фотографию, вы можете открыть на своем компьютере. В папке загрузки она будет. Скорее всего, если вы не поменяли папку на какую-то другую. После чего, вы можете ее поставить на рабочий стол. Через настройки. Персонализация. И там можно сменить, если что, на другую картинку, которая вам еще понравится. Аналогичным образом можно скачать видео на некоторых сайтах. Либо есть специальное расширение. Software of Net, который позволяет скачивать видео. Как мы это делаем? Заходим на мой канал. Например, я просто нажимаю мой канал, потому что у меня. Это же мой канал. И, соответственно, если у вас канал это будет в подписках. В данном случае. Вот мы зашли, смотрим видео. Нажимаем на кнопочку скачать. И начинается загрузка файла. Мне этот файл не нужен, но у меня и так есть. Я его удаляю. Все. Тут можно вот еще увидеть тайм-коды. И рассмотрим, что такое ссылочки. Вот под видео я оставлю несколько ссылок на свои соцсети. Например, на файл ВК. Откроем ссылочку. У нас откроется ВК. Можно будет подписаться, если вы зарегистрировались в ВКонтакте. На мое сообщество. Там еще есть другие ссылки на другие сообщества в других соцсетях. И тут можно поучаствовать в каких-нибудь опросах. Посмотреть какие-то новости, видео. Интересные. Все. Это опять-таки, повторюсь, бесплатно. Вот эти все подписки. На YouTube, на ВК. Так обычно каждый браутер проверяет ссылки перед тем, как их открыть на наличие вирусов. Конечно, не всегда может. 100% дать карантию, что он проверил. Поэтому все пишут, что нужно использовать какой-то дополнительный антивирусник для большей защиты. Право, если он не обеспечивает 100% защиту. Даже если он проверяет на вирусы файлы скачаны. Все равно. Нужен хоть один антивирусник. Также еще есть встроенный в Windows антивирусник. Но, сами понимаете, что хакеры, которые занимаются созданием вирусных приложений, в первую очередь будут проверять свои вирусы именно на системном антивируснике Windows 10. В данном случае. И если вдруг в Windows 10 антивирусник не даст запустить этот вирус, значит они его переделают и сделают так, чтобы он запускался. То есть, по факту, любой антивирусник от совершенно нового вируса, которого нигде ранее не было, скорее всего, не защитит. Даже платный, даже бесплатный антивирусник не спасет. Поэтому лучше лишний раз не скачивать подозрительные программы. Потому что даже платный антивирусник не сможет спасти ваш компьютер от заражения. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.